Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Надеюсь, что эти выходные прошли довольно неплохо, вы смогли сохранить бодрое расположение духа, поскольку завершение прошлой недели нас, в принципе, оставило с хорошим настроением, ведь, прошу прощения, мы получили очень хороший отчет по американскому рынку труда. Это те сильные данные, на которые мы с вами рассчитывали, на которые надеялись и которые, будем предполагать, повлияют все-таки на решение американского регулятора по поводу сокращения баланса вот уже совсем скоро, если быть точными, в сентябре. Поскольку именно осеннему предстоящему сезону вот так вот прогнозируют старт в будущих коррективах серьезного формата монетарной политики и то самое обстоятельство фундаментальное, которое должно все-таки вернуть интерес к доллару. Потому что любые изменения, которые будут касаться монетарной политики, они непременно должны повлиять на доходности национальных облигаций и в конечном счете уж точно дать нам уже окончательный сигнал. Стоит ли нам рассчитывать на третье повышение процентной ставки, собственно, до конца этого года? Я считаю, что стоит, потому что оценка даже фьючерсного контракта PetWatch, постфактум Non-Farm Perils, еще и данных по торговому балансу, я об этом расскажу чуть позже, сместили опять же градус, фокус интереса к этому событию и считается, что вероятность повышения процентной ставки уже больше 50%. Я напоминаю то, что до выхода пятечных Non-Farm Perils показатель был в районе 44-45%. И если уж, конечно же, статистика выручировала, то совсем было бы плохо. Я думаю, что и доллар бы, к сожалению, закрыл для себя и неделю, и, в принципе, день на очень слабых уровнях. Но этого не произошло, поэтому давайте даже не будем сейчас объяснить, либо не будем рассматривать такой сценарий. О долларе мы, конечно же, поговорим и продолжим это делать, тем более, что эстафету отчетов на этой неделе принимают данные по инфляции. Я думаю, что после статистики по росту заработных вклад у нас с вами есть основания полагать, что инфляция должна прибавить. И вот сегодня, буквально перед брифингом, я смотрел на прогнозы по этому отчету пятничный релиз. Обычно у нас такие важные отчеты в последнее время уходят как раз на заключительные торги. И в данном случае не исключение в эту пятницу данные по инфляции, в данном выражении ожидается прирост на 0,2%. Думаю, друзья, если у нас и предстоящая пятница будет результативной для доллара, мы, наконец-таки, сможем уже сместиться именно окончательно в направлении покупок доллара против рисковых инструментов. И не то, чтобы просто верить, что американская валюта должна расти, а по факту можем увидеть этот самый рост, на который настраиваемся в течение очень длительного периода времени. Но давайте сначала пробежимся по нашим традиционным начальным стартовым инструментам для анализа этого нефти и российская валюта. Клосс по нефти 52.31 сейчас чуть пониже. Аргументство 52.20 в частности, в прошлой неделе особо не изобиловало каким-то серьезным фундаментом, ну, супер важным, который помог бы нам либо подкрепиться в плане нашей идеи, то, что это активно распродавать, либо и вовсе начать подумывать о том, они будут и нефт расти дальше. Был, скажем так, фундаментом две противоборствующие силы. Ну, во-первых, это статистика по запасам, вы помните, бензина, дистиллята по объему добычи нефти в США. Это та статистика правительственный отсчет, который, в принципе, оказал поддержку нефти, поскольку запасы и нефти, и дистиллята бензина снизились. Ну, это в соответствии, опять же, с сезонным фактором, но в то же время на настроение проигрывал, безусловно, этот отчет повлиял. И в то же время был фундамент, который своего рода обновленный, но он выступил уже тем, чтобы усилить, опять же, эти негативные настроения и компенсировал позитивный фактор для покупателей, связанный с снижением запасов. Этот медвежий сигнал и этим медвежьим сигналом, собственно, как вы знаете, выступили результаты опросов. Блумберг и Рейтерс, ну, точнее, сначала это Рейтерс статистика, потом Блумберг задался целью подтвердить и, в принципе, смог это сделать. Ожидается то, что в прошлом месяце статистики, правда, еще не вышло. Но я думаю, что в ближайшие дни этот отчет у нас и будет, и мы сможем его детально обсудить. То, что в прошлом месяце объемы добычи в рамках ОПЕК были очень значительными, примерно на 220 тысяч производство нефти выросло. И, соответственно, сейчас, уже по прошествии, можно сказать, 8 месяцев 2017 года, мы наблюдаем рекордные показатели за 2017 год в рамках стран ближнего восточного картерия. Если объяснить причины, ну, вы помните, их на самом деле две основные. Это параллельный рост добычи в ряде государств, где первое место принадлежит Ливии. Там существенные приросты расширения именно энергетической выработки. И еще второй фактор – это несоблюдение, опять же, обязательства, которые начинают уже обеспокоить даже сами представители ОПЕК. Потому что это несоблюдение, оно уж больно откровенное. Потому что многие регионы не то, чтобы уже до 90% не дотягивать по исполнению обязательства, некоторые сейчас меньше 50%. Мы тоже на это делали акцент. И в целом, друзья, мы это событие, этот фундамент обсуждали, по-моему, сессии 2-3 торговой подряд. Сейчас я снова делаю акцент на это. Почему? Потому что именно рост добычи в ОПЕК – это главный фактор, который позволяет трейдерам, опять же, говорить о том, что нет, находится в состоянии перекупленности. И, соответственно, этот актив позиционно должен ослабеть, снижаться. Основной негативный момент – это рост добычи в рамках ОПЕК и, соответственно, расширение перепроизводства, отсутствие решения проблемы. У нас на повеске таких важных отчетов, которые мы должны сейчас дождаться, поскольку традиционно у нас с начала месяца, значит, мы снова анализируем с вами целый блок статистики по прогнозам добычи от Администрации аналитической информации и Международного аналитического агентства. Вот очень интересно будет снова послушать фальсифовый ролик, который представляет это ведомство. В прошлый раз он нам, конечно же, подыграл в плане усиления этого рыночного скепсиса, и мы неплохо, собственно, на этих прогнозах, которые, в принципе, уже практически подтвердились и были верными, оправданными. Мы неплохо корректировались по нефти. Может быть, то же самое случится и сейчас. Помимо этих прогнозов у нас впереди традиционная статистика по запасам. Не забывайте то, что мы с вами мало-помалу завершаем летний сезон, уже совсем скоро осень, а значит, и традиционный, скажем уже, сезонный момент, который будет радовать нас статистикой увеличения, собственно, запасов, а не снижения. Ну и традиционно у нас в пятницу будет данный по Беккер-Хью. Собственно, в прошлую пятницу, это снова та статистика, которая поддержала больше продавцов, потому что 766 единиц нефтиных терминалов мы зафиксировали вместе с статистиками снижения на одну платформу до 765. Но не совсем, конечно же, мощный сигнал медвежий, поскольку число этих терминалов все равно продолжает сдаваться на максимальном уровне за последние несколько лет, и мы с вами все-таки делаем акцент на то, что пока весьма реален сценарий по росту числа терминалов до 900, собственно, единиц к концу 2017 года со всеми утекающими последствиями по росту нефтедобычи в Штатах. Поэтому этот новостной фонд мы должны держать, не то чтобы про запас, мы должны им руководствоваться, принимая решения торговой нефтью. Хотя я, конечно же, делаю очень большой акцент всегда на нефтянку, поскольку от этого рынка, в принципе, зависит очень много прочих инструментов и активов. Но уверен в том, что многие из вас находятся в этих самых коротких позициях и, соответственно, разделяют такое же мнение, собственно, как и я. Рубль 60 против доллара. Здесь картина в целом не меняется. Да и по рынку нефти, вот мы сказали про уровни ценовые значения 52.20 сейчас. Не очень мы далеко ушли с тех, скажем, ценовых ориентиров, которые были зафиксированы активно в начале прошлой недели. Ну, понятно, что рынок нефти тоже нуждается в триггере и этими триггерами я уже отметил, что может быть. Рубль тоже замер в ожидании, поскольку рубль очень болезненно реагирует именно на первые новости, которые буквально во всех новостных сводках. Это активность санкционная, уже взаимность, скажем так, России и Запада. Это, может быть, даже первая причина сейчас о слабости российского валютного актива. Но в то же время потенциально, конечно же, более определяющим для рубля является нефть и то, что будет с этим инструментом. Поскольку мы с вами посматриваем на то, что Brent будет претендовать на закупение ниже 50, я думаю, друзья, вы согласитесь со мной, что мы легко можем ставить на потенциал ослабления российской валюты против доллара до отметки 62-63. И это даже перспектива не каких-то заоблачных, скажем, горизонта конца 2017 года и начала 2018. Я думаю, что стоит с учетом вот этой санкционной темы сейчас и нефти сдать свои позиции, оказаться ниже полтинника и не давать на более низкие ценовые значения. Рубль будет быстро терять по несколько процентов буквально за торговые сессии в рамках даже дня. Тем более, что для российского валютного актива это, в принципе, привычная реакция и привычное поведение. Потенциал, он ощутим, он присутствует. Это революции. Самое главное, не вздумать сейчас поставить на укрепление рубля, потому что, на мой взгляд, это будет сейчас крайне неправильно. Дальше. Доллар против иены. Здесь вообще сразу сделаем акцент на американскую валюту и после того, что произошло с долларом, будем уже транслировать наши прочие идеи по рисковым инструментам. По доллару что? Статистика пятничная. По состоянию рынка труда здесь все отсчеты это сплошной позитив. Как мы с вами и настраивались, и хотя бы в этот раз статистика нас не разочаровала. Количество новых рабочих места. 209 тысяч с прошлого, 231 тысяча. В то же время, друзья, я хочу, чтобы вы помнили, 231 тысяча это тоже пересмотренный показатель в этот раз уже в сторону большего количества мест. Еще один такой. Двойной позитив из одного отчета. Средняя заработная плата, в данном выражении. Против прогноза 2,4% у нас рост до 2,5%. Хороший старт, скажем, опять же для текущего квартала. И в целом, друзья, 2,5% это хороший задел на будущее, особенно при сохранении этой прогрессирующей тенденции, который будет влиять на активности потребителей. Уровень безработицы. Минимальное значение с 2001 года. 4,3% против прошлого 4,4%. Обычно мы здесь сразу стараемся копать глубже. И я стараюсь сравнить именно этот показатель с долей экономически активного населения. Потому что очень часто происходит так, что количество новых рабочих мест совсем скромное, а при этом уровень безработицы снижается. И вопрос логик возникает, а как такое может быть? Все зависит от доли экономического активного населения. В данном случае мы увидели улучшение статистики вкупе с ростом доли экономического активного населения с 62,8% до 62,9%. Это еще один позитивный момент. Это уже резюме, как целый блок статистики по рынку труда, который, как мы с вами помните тогда, прикидывали. Сможет ли повлиять на решение ПРС? Я думаю, что американский регулятор может уже отталкиваться на эту статистику, говорить о хорошем состоянии американской экономики, а значит, в принципе, уже начинать давать сигналы нам, уже стоящие сигналы. Не то чтобы «может быть», когда-то там в скором будущем, реальные сигналы. Потому что, если отмотать, опять же, начало 2017 года, мы помним вот это первое самое интересное, на мой взгляд, до сих пор выступление Джанет Йеллен, когда она, в принципе, уже оправдывала решение о росте процентных ставок и готовила нас к тому, что до конца этого года 3-4 раза мы такие же решения увидим. И в прошлый раз, то есть в начале 2017 года она говорила, что важнее всего сейчас для рынка, может быть, даже перегретого фондового рынка, конечно же, она не могла использовать такую формировку, но мы сами прекрасно понимаем, на каких уровнях сейчас находится американская фонда, где находится трежерис, и насколько рынок сейчас панически, в принципе, реагирует на многие события. Вот Джанет Йеллен отметила, что самое главное, чтобы фактическое решение было и реализовывалось, осуществлялось, притворялось в соответствии с рыночными ожиданиями. И тогда, когда ставка была повышена, рынок не ждал ничего другого. Рынок был уверен в том, что ставку повысит. Вот, опять же, FedWatch у нас показывал больше 90%. Сейчас, друзья, очень, скажем так, невысокий показатель того, что ставку повысит до конца этого года. Ну да, этот показатель, как я уже отметил в начале брифинга, вырос по сравнению с тем, что мы видели до выхода пятничных данных. Но 50 с небольшим процентом – это маловато. Поэтому сейчас ФРС, если все-таки не оставляет надежды и не оставляет желания двигаться по пути более высоких процентных ставок, уже нужно время готовить к этому. А значит, нужно задействовать тяжелую артиллерию, нужно почаще давать дисконференции и намекать в каждой. Прямым текстом, ну, неважно, либо как-то висевато то, что рост ставок, он неизбежен. Плюс ко всему нас интересует еще и сокращение баланса, хотя здесь я прям со стопроцентной вероятностью полагаю, что в сентябре нас ждет что-то интересное по этому вопросу. Поэтому доллару сейчас нужно держаться, нужно терпеть, насколько бы не хотелось отдать позиции Владюси Японской, своему защитному оппоненту по мере очередных интриг, скандалов в адрес администрации Трампа. Статистика пока с этой задачей справляется, конечно же, не на 100%. 110,7 у нас сейчас котировки по доллару японской иене, все это благодаря пятничной статистике. Если бы цифры были другими, мы бы сейчас лицезрели доллар и иену ниже отметки 110. Но пока удержались выше этой психологической планки, собственно, друзья, если нам так повезло в пятницу, я думаю, что мы можем не оставлять, опять же, наших таких, может быть, внутренних посылок в адрес этой валюты о том, что доллар должен стоить дороже. И, кстати, вот не только рынок труда обдохновил трейдеров в пятницу, кто-то считает, что больший эффект для американца оказалось сокращение дефицита торгового баланса. Он сейчас на самом низком уровне с начала 2017 года, поскольку был снижен 46,4 миллиарда до 43,6. Ну, не знаю, для дополнительного позитива это тоже хороший сигнал, ну и для нас, для покупателей, это хорошая новость, поскольку статистика, в принципе, уже сколько недель подряд, она только радует. Вот лишь бы трейджерис начали сейчас расти, ну, будем надеяться, что это случится в ближайшее время. Евро, конечно же, после роста доллара сдал позиции, европейская валюта скорректировалась, в принципе, за последние две торговые сессии прошлой недели. Больше, чем на 130-150 пунктов, если брать хай и, соответственно, лоу. Откат-то был серьезным, откат-то, который уже назревал, в принципе, учитывая то, что евро очень высоко забрался, я думаю, что и фондовики уже начали звонить в Европейский Центральный Банк и хотя бы что-то дайте сигнал, чтобы европейская валюта оказалась ниже текущих значений. 1.17.97, друзья, на текущий момент оценка ограниченного позиционирования говорит о том, что оппозиция продавцов по-прежнему доминирующая, но она не такая значительная, как это было неделю назад. Идет сейчас перераспределение этих самых сил, настроек в отношении того, что с евро будет дальше. Все-таки смещение вот этого баланса в сторону каких-то равновесных значений, хотя они, конечно же, малодостижимы сейчас, это для продавцов тоже хороший сигнал, потому что и позиционная торговля по факту ожидания того, что хедж-фонды будут тащить евро выше, чтобы закрыть по стоп-лоссам многих трейдеров и, соответственно, среди многих капиталов. Но это, конечно же, актуально и все еще, скажем, та идея, которой можно руководствоваться. Ну и, друзья, также не забывайте, что евро настолько высоко забрался, что, наверное, пора бы признавать тот факт, что и этому активу уже как ни крути с любого точки зрения анализа пора бы стоить поменьше. Вот сейчас трейдеры ждут очень, наверное, последнее важное событие этого месяца, летнего сезона, это симпозиум Джексон Холли. Традиционное событие, когда многие руководители ЦБ начинают уже фактически закладывать в своих формулировках какие-то изменения и сообщают о планах, всем заинтересованным в формате своих пресс-конференций. Джексон Холл уже неоднократно, как конференция отметилась тем, что на этом симпозиуме мы очень много узнали, в частности тогда и про политику ФРС, и про политику Европейского Центрального Банка. Может быть, Драги в этот раз поедет снова на эту встречу, чтобы развеять, опять же, ожидания участников рынка того, что нормализация политики, рост процентных ставок и выход из действующей программы количественного смещения совсем не загорает. Мне кажется, что Драги снова попробуют уже через такой формат всеобщей глобальной конференции сделать акцент на то, что ЕЦБ не будет сворачивать программу, по крайней мере, до конца этого года. Поэтому для европейского валюты это потенциальный, конечно же, мощный сигнал, который может стать причиной еще более выраженной слабости и коррекции. Я, друзья, надеюсь, что вы смогли прокатиться на росте евро, заработали на этом, но самое главное вовремя остановиться. Если есть сейчас хороший профит, я думаю, вам нужно подумать сейчас, не лучше бы его зафиксировать и, соответственно, уже настраиваться, скатировать уровни для продаж. Но для долгосрочных трейдеров коррекция за последние дни, это, конечно же, хоть какой-то позитив, потому что евро неуклонно рост на протяжении нескольких недель подряд. Будем смотреть за дальнейшей коррекцией. Если статистика по штатам и особенно пятничный отчет по инфляции не расчарует нас, то евро быть к концу этой недели ниже отметки 1.17. Фунт против доллара. Здесь у нас резонанс, собственно, голосования по процентной ставке 6 против 2 распределения голосов. Соответственно, как мы и рассчитывали, настраиваясь, проявление мягкой политики и еще один сигнал, из-за которого фунт, собственно, и попал под серьезные распродажи. 1.30.56 сейчас, друзья, коррекция, опять же, с локального хая, который был зафиксирован, по-моему, во вторник, в прошлой неделе, уже больше 250 пунктов. 1.30.56 – это все равно очень высокое значение. Учитывая то, что Банк Англии подтвердил приверженность мягкой экономической политики, мы можем ставить на дальнейшее снижение. Поэтому давим фунт, тащим его ниже поддержки 1.30 и уже через неделю очередной этап переговоров по брыздеству. Будем смотреть и искать поддержки для нашей цельной позиции и там. Австралийцы против доллара. Сегодня на азиатской сессии, кстати, неплохо вырос, благодаря отчету по деловой активности в строительном секторе 65.56 – шестой месяц подряд роста. И мы сейчас по этому сектору наблюдаем хай, по-моему, с 2005-2006 года. Но при всем уважении к этой отрасли, собственно, австралийской экономике, я советую не забывать про последние комментарии Резервного банка Австралии, которые стали причиной снижения курса австралийца. Поэтому вслед за текущим ростом на азиатских торгах все равно трейдеры убедятся в том, почему этот инструмент должен стоить гораздо ниже. И с текущих значений 0.7940, я думаю, у нас есть все основания и хорошие шансы закрыть, собственно, эту неделю ниже планки 0.79. Новозеландец сегодня гнет свою линию, снижается, поскольку буквально несколько часов назад вышли опросы и данные по инфляционным ожиданиям. Так вот, на этот год эти инфляционные ожидания скредитированы с 1.92% до 1.77%. Это важный сигнал перед решением Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке. Напомню, что в среду это решение будет приниматься на текущий момент. Ставка на отметке 1.75 на фоне снижения индекса потребительских цен. Цен, я думаю, что риторика Резервного банка Новой Зеландии тоже будет более мягкая, значит, и по Новозеландцу. Мы с вами должны сейчас двигаться вниз, котировки 0.74, наша долгосрочная цель 0.72-0.71. Доллар канадец из-за роста американца и лакайной слабости канадского валютного инструмента из-за статистики тоже по рынку труда. Пятницу завершила ростом, рост продолжается и сейчас. Я думаю, что USDCAD у нас вот так вот шаг за шагом вернется как минимум к отметке 1.28. По статистике, в частности по Канаде, измене числа занятых 10.9 тысяч с прошлого на 45.3, четверо прогресса, собственно, снизился, ухудшился. Оровень безработицы, вот здесь вот, казалось бы, в прошлый раз у нас было 6.5%, сейчас 6.3%. И это вот возвращается к статистике по Non-Farm Parallels и связи с долей экономического активного населения. Снижение безработицы с 6.5% до 6.3% несомненный позитив, друзья. Но если мы посмотрим на долю экономического активного населения, мы поймем, что она очень сильно сократилась. Поэтому какого-то позитива здесь, точнее вообще позитива здесь нет. Количество безработицы сократилось не из-за того, что были созданы, динамично создавались рабочие места и, собственно, выедалась бы эта рабочая сила с рынка. Нет, просто снизилась доля активного населения. Индекс деловой активности тоже здесь спад 61.6% до 60%. И еще один, собственно, аккорд такой локальной слабости, который был очень неплохо отыгран трейдерами, уже давно ставящими, говорящими о том, что канадский доллар один из самых перекупленных активов. Я думаю, что вы со мной согласитесь. В частности, я не рекомендовал торговать пару USDCAD, потому что она себе на уме, скажем так. Мы очень долго видели, как канадец упреблялся даже на фоне слабых цен на нет, снижения цен на нет, на фоне уже вроде бы как определившегося рынка с тем, что Банк Канады не будет более в этом году повышать процентные ставки. Но все равно долгое время канадец рос. Я надеюсь, что сейчас мы с вами имеем дело не с локальной коррекцией, а с самым настоящим разворотом. Но пока сигналов все-таки более-менее убедительных нету, на мой взгляд. Я думаю, что мы сможем вернуться к покупкам пары USDCAD только тогда, когда котировки нефти у нас окажутся ниже 50 долларов за пар. Я советую пока что подождать как раз вот таких изменений рыночных. Друзья, на этом, собственно, все. Не забывайте, что сегодня в 16.30 состоится вебинар. Еще в правильный понедельник с огромным довольствием вас всех туда приглашаю. Еще раз пробежимся по основным событиям. В прошлой неделе посмотрим, чем можно поторговать в рамках текущих 5 дней и поставим себе срочные ценовые ориентиры. Поздравляю вас с началом очередной торговой недели. И поздравляю с тем, что доллар наконец-таки у нас показал характер. Правда, это еще под небольшим сомнением. Нужно все-таки забраться повыше. Но без рыбья и рак щука. Мы все-таки выгрызли. Это тоже позитивный момент. Желаю вам хорошей торговой недели, хорошей торговой сессии. Но не забывайте, что очень многое в трейдинге зависит от вас. Прежде всего, что вы должны помнить всегда, это обязательно. Контролируйте риски. И еще раз причитайте, что такое правило риск-менеджмента и в чем они заключаются. Я думаю, что повторение мать учения лишним это точно не будет. На этом, собственно, все. Всего доброго. До свидания.